Баечка, доброе утро. Ой, Мариночка, привет. Доброе утро, моя лапочка. Доброе, доброе, придоброе. Спасибо, что согласилась. Спасибо, что спросила, во-первых. Во-вторых, спасибо, что согласилась, потому что у меня немножко здесь сумасшедший дом, но ничего. Август. Мне очень нравится твоя новая прическа. Это новый какой-то виток в твоей жизни. Спасибо. Марин, на самом деле, это спасибо тебе, что ты согласилась. И на самом деле, это не новый виток, это очередной виток. Ведь в 2016 году... Да, я же сделала то же самое 7 лет назад, когда я прошла свой первый курс очищения. И именно тогда, после очищения, захотелось вот этого тотального обновления всего, всего организма, всей вообще, вот всей себя. Поэтому я тогда сделала это, да. Но потом оно стало как-то отрастать. И вот сейчас, наверное, смотри, 7 лет прошло, да. И какой-то этап, видимо, наступает. И хочется снова что-то так вздрогнуть. Вот. Но сегодня речь-то не обо мне. Сегодня речь-то не обо мне. Сегодня речь о тебе. Я всегда с большим удовольствием вот встречаюсь вот так с людьми, которые получили супер положительный опыт от очищения организма. Почему мне важно это транслировать всем? Потому что на самом деле эта тема такая щекотливая, да, как ты понимаешь, когда, ну, обычным, обычно людям, да, говоришь очищение организма, на тебя смотрят как на... Да, типа, ну мы же какаем там, да, каждый день. Что там, все же само выходит. И большинство людей просто не понимают смысла вообще этого. И когда начинаешь объяснять, тебя понимает только небольшой процент людей. Это одно. Но из тех, кто понял и принял, и пытается практиковать, еще меньше процент людей действительно получает вот те самые результаты, да, вот эти вот супер положительные, которые, по идее, должен получать. Почему не получаются у всех хорошие результаты? Здесь очень много разных причин, да, это и, ну, осложнения по хронике, там много заболеваний, возраст, и не очень последовательные действия человека, когда он не соблюдает четко все рекомендации, и лень где-то, и овлось, как это у нас, да, и много-много-много разных причин. Но когда случаются вот такие хорошие истории, положительные, как у тебя всегда хочется обратить на них пристальное внимание и расспросить подробно. И вот сегодня я хочу тебя расспросить, знаешь, с самого начала, вот как вообще в твою голову пришла вот эта мысль о очищении организма? Ведь получается, что ты относишься к меньшему проценту людей, которые заинтересовались этим, да? Как? Я хочу понять, как это пришло в голову, откуда это взялось, из чего, да, по каким причинам? Так, ну, во-первых, ты затронула возраст. Могу сказать, мне 51 год исполнился. И так, вес начал прибавляться, прибавляться, прибавляться. Я никогда не была худышкой, я всегда была такая пампушка, причем очень спортивная, но пампушка. Вот. И могу сразу сказать, что я была в клиниках, в клиниках, где неделю ты сидишь или на каких-то отварах, мёда не было, только отвары или на воде, то есть я пробовала это. Но проблема в том, что дала мне именно твоя, ну, как, даже твоя методика, то есть твой какой-то свет, который ты мне принесла, это логика, что делать дальше. Проблема в том, что когда я выходила из этих клиник, я понимала, что очищение идёт не только снаружи, но надо изнутри, то есть я читала про это. Когда-то была такая Майя Гагулан, попрощайтесь с болезнями. Я прочла её в 2000 году, ну, понимаешь, в 30 лет, когда её читаешь, то какие болезни, какие очищения. То есть пока жареный петух не клюнул, вот, но у меня не было алгоритма, формулы, что делать дальше. Так вот, когда я, благодаря Инстаграму, вот, ты знаешь, это из той серии, когда какая реклама или предложение, что вас может заинтересовать, сработала в положительную сторону, потому что я, о, интересно, и я начала следить за тобой, смотреть. Но я человек, который, знаешь, ну, что там, год, два, три, какие? Нет времени. Быстренько, быстренько. Вот. Быстро просмотрела всё, поняла, что мне надо с тобой на марафон, подключилась быстро к твоему марафону. И, ты знаешь, оно так зашло, я поняла, как ты грамотно объясняешь, учитывая то, что при голоде, вот этом мягком голоде, на отварах, на мёде, на, ещё включая эфирные масла, ой, они меня спасли, конечно, когда вот это, выжимать сок, ещё что-то делать, накапал там и вперёд побежал. Это вообще, это такая благодарность природе. Да, 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 да. У меня есть кто-то, кто меня проведёт вот сквозь это непонимание, как есть дальше. Потому что голодать, ну что, люди могут закрыть рот, купить кружку эсмарха и, наверное, что-то там испортить себе внутри в организме. И пострадать, и быть какие-то, и откаты жёсткие, конечно, могут быть. Вот у меня, конечно, они тоже были. Но вот этот марафон, он зашёл майский, ты делала в апреле, в конце апреля. Я подошла к нему очень серьёзно. Тут же я купила у тебя булкомбой. Прогуливаясь с собаками, я прослушала. На самом деле, я уже, по-моему, практически все твои какие-то лекции прочла, потому что ты человек, который 8 лет. Идёшь, ну как можно игнорировать то, что я вижу? Я смотрю на тебя, какая ты энергичная, какая ты живая, какая ты настоящая, какая ты со всеми тем, что можно. И можно всё на самом деле. Мариночка, ты прямо меня на пьедестал поставила. Нет, я не на пьедестал. Я тебе очень благодарна. Я тебе очень благодарна, правда. Я очень радуюсь, когда именно заходит моя информация, когда человек прям зашло идеально. Это вот твой случай. Но мы-то... Меня, смотри, можешь меня откорректировать, что? Смотри, мне исполнилось 50 лет, и я больше, я всю жизнь очень люблю плюшки. Я люблю их. Я люблю в любом виде. Я люблю пирожное. Я люблю просто домашние булки. Я люблю сдобы. Всё, точка. Так вот, 50 лет, я проснулась утро, и, Марина, что ты хочешь в этой жизни? Как бы... Я сказала, я хочу больше себе ни в чём не отказывать. Так вот, ты пришла в тот момент, когда я себе очень чётко сказала, я больше не хочу себе отказывать. Класс. И вот после первого марафона, и все, ой, ну что ты, теперь будешь есть... будешь есть булки, будешь прямо тебе не отказывать в шоколаде. Нет, я знала чётко, под сознанием, что я что-то такое придумаю, и я встретила тебя. Так вот, после первого голодания ты не представляешь кругом пирожное, кругом торты, кругом булки, а я хочу элементарного авокадо, элементарного огурца, а салат щётка, это я думаю, господи, когда же я уже выйду из этих соков, это первое, что я съем. То есть, я начала потихоньку, потихоньку, я даже не знаю, это потихоньку или нет, я потихоньку перестраивать своё хочу. Так вот, сегодня, я вышла, я вышла в понедельник из второго своего 21 день голодания, вот как раз своим сопровождением, спасибо огромное. Так вот, я могу сказать, что я не могу дождаться твёрдой пищи, когда я перейду опять на салат щётку. Я не хочу ни пирожное, я не хочу ни какую-то булочку, я не хочу заварного крема, ни Наполеона, ни... вот назовите, я элементарно могу, хочу питься зубами в арбуз, в дыню, в персики, это то, на что меня сейчас тянет. Так вот, благодаря тебе я добилась того, что я себе ничего не запрещаю. Я себе не отказываю ни во всё, ни в чём. Я женщина 51 год, которая реально ни в чём себе не отказывает. Супер, это вот прям вот попадание в яблочко. И это твои золотые слова, которые подтверждают мою честность, искренность, потому что, знаешь, я часто встречаю такой вопрос от зрителей. Бая, ну неужели вы себе никогда ничего не позволяете такого вкусненького, неужели вы не грешите? Вот люди не понимают, что я себе позволяю всё абсолютно, но меня не тянет, не тянет вот на это вот, как ты говоришь, Наполеон, я не хочу. Я не хочу. Кто-то, кто-то, может быть, не верит, да, но вот твои слова, и мы же, мы же это не разыгрываем, это действительно, это правда. Ну, Бая, я тебе ещё раз хочу сказать, мы можем разыгрывать, что мы хотим, но пойми, когда я, во-первых, я вошла в голод в 78 килограмм, на данный момент я 61. Круто. У меня рост метр семьдесят два, я 61 килограмм. Круто. Я, я женщина 51 год, у меня трое детей, я балдею от твоего тела, я балдею, от купальников, я балдею от обтягивающих платьев, но это, но это я даже не знаю, как назвать, я, ну, наверное, вторая молодость или, или только начало, а самое главное, самое главное, что ты даёшь, это, это вот это понимание, что делать дальше, потому что просто закрыть рот очень многие люди могут вытянуть на силе воли, я знаю, что кто будет смотреть, сила воли всё-таки, вот есть такой, я возьмусь, у меня очень часто было, я говорю, я всю жизнь на диетах не работает, вот не работает, поэтому сейчас, когда вот меня тоже спрашивают, ой, Марина, что ты сделала, ты так светишься, ты так светишься, тоже надо фильтровать к тому, что рассказывать, потому что, когда говоришь, что я просто не ем, сегодня, например, уже 18-й день, они, ааа, как, ааа, что, о боже, вот, ещё, конечно, многие там, ааа, клизмы, боже, да, клизмы, да, ну, ты знаешь, ты научила меня, помоги себе сам, сейчас, по-твоему, прослушивая все твои лекции, очень, не один и не два раза, каждый раз, что-то в виде новое, я поняла, что, во-первых, из 78, 61, кожа, ну, не тут-то, не тут-то, знаешь, голыми руками не возьмёшь, выучила капри, массаж банками, прекрасно делаю, занимает чётко 30 минут утром, я делаю живот, ноги, живот вверх, живот, ноги, живот вверх, и так чередую, ну, прекрасно, 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 чувствую себя прекрасно, летаю, просто летаю, я даже, по-моему, однажды не смогла, не удержалась, послала себе, по-моему, сообщение, что я иду и улыбаюсь, я улыбаюсь небу, я улыбаюсь дороги, я благодарю асфальт, кто проложил этим людям, кто проложил асфальт, пение птиц, я улавливаю людей, я не знаю, я совсем по-другому взглянула на мир, благодаря вот этому питанию, а ещё хочу сказать, что я так же, как ты, после первого голодания, ну, это было лето, как раз июнь, и я перешла на своё, сырую пищу, перешла на сырую пищу, сейчас только ленивый, может отговариваться, что он не умеет готовить, я открыла для себя огромный мир, кулинарии, именно из сырого, во-первых, твоя книга, с рецептами, это очень много помогло, также я открыла для себя рецепты с орехами, соусов, если кому-то не хватает, да, это волшебное, и ещё один такой пункт, я никому ничего не навязываю, у меня в семье, дома сейчас, со мной проживает, ну, живёт наш младший сын, и муж, и они питаются, я готовлю, я готовлю всем традиционную еду, я ни на чём не настаиваю, я считаю, вот как ты говорила, но я говорю ещё раз, опять-таки, как ты говорила, только своим примером, и вода камень точит, муж такой, а дай я попробую, что это у тебя здесь такое, а вкусно, а хочешь? Я вот, я слушаю тебя, и я понимаю, что ты, вот тот самый примерный ученик, который прослушал, все, все уроки, от первого до последнего, там, тридцать и более, и каждое моё слово у тебя упало на благодатную твою почву, боже мой, вот, если бы все вот такие были внимательнее, потому что, на самом деле, я вложила вот этот свой курс из тридцати уроков, я вложила вот всё, что я знаю, всё, что я могу и хочу донести, вот только возьмите, возьмите, разложите, переварите вот это, да, в мозгу, и делайте, пожалуйста, вот делайте вот так, и будет вам счастье, но видишь, это доверие, это, наверное, времени, да, ты знаешь, даже здесь не вопрос времени, мне кажется, наверное, значит, не припекло, значит, времени пришло, потому что я могу сказать, что общаясь со своими подругами, и как бы они бы очень хотели, у многих проблемы со здоровьем, от гинекологии дураков, ничего не хочет делать, все хотят прийти в какой-то кабинет, к человеку в белом халате, и он что-то расскажет, а ещё у меня был такой случай, я пришла к гинекологу 50 лет, и говорю, что, вот вы знаете, сижу на кресле, и говорю, вы знаете, что-то я как-то пухнула, 3-5 килограмм в год, вот 3-5, а это размер в год, и она так выглядывая, выглядывая, смотрит на меня, говорит, ну что вы, что вы хотите, Мариночка, возраст, я не чувствую его, какой возраст, мы о чём здесь говорим, конечно же, конечно, а во-вторых, конечно же, гормональный фон никто не отменял, конечно же, изменения внутренние какие-то с женщиной происходят, ну я не знаю, я это ничего не замечаю, я сплю как убитая, засыпаю как младенец. Просто большая ошибка женщин в том, что когда они вступают в критический возраст, они принимают безоговорочно и безропотно все те побочные явления, которые с ним наступают, вот этот климакс и всё такое, они это списывают на возраст, они говорят, что ну всё, пора, так я сама такая же была, да, то есть когда пошли в реливы, ну как, пора, пора, я буду терпеть, потому что это, так оно бывает у всегда и у всех, но на самом-то деле, мы сейчас уже понимаем, что у нас есть возможности для того, чтобы избежать вот этих вот последствий, сделать профилактику, не допустить, уменьшить какие-то неприятные симптомы, мы это можем делать именно с помощью очищения организма, да, потому что он бедный старается, он старается за всех сил, чтобы нас в эту яму возраста не свалить, а мы поддаёмся и валимся туда, и не барахтаемся даже, чтобы выплатить, потому что не знаем, потому что не знаем. Как ты говорила, социум очень сильно, ну уже возраст, социум, потом вот эти, конечно, пищевые привычки, это, это очень трудно ломать, это действительно, я прослушала твоё, последнее вот это признание, когда ты тоже с мамой, которая не соглашалась, я, послушав тебя, я даже не рассказываю, вот я питаюсь так и всё, я даже не навязываю, не рассказываю, потому что я понимаю, что, ну, родители то же самое не поймут, и действительно, надо принимать людей, такие, какие они есть, вот просто принимать, и всё, и слышать себя, что ты хочешь, и ещё такая вещь, если люди, кто приходит к тебе, ну, я, как я тебе сказала, я попробую, вот пусть я попробую, и посмотрим, что будет, ну, я уже, наверное, поняла через недели-две, во-первых, голодание очень мягкое, очень легко переносить, а я работаю, я, я директор четырёх компаний, то есть я знаю, о чём я говорю, у меня каждый день много документов, у меня каждый день много контрактов, у меня каждый день проходит очень серьёзные, через мою голову проходит очень много серьёзных решений, поэтому твоё голодание, голодание по, по Марве Аганян, это волшебная вещь, которая, не надо уезжать ни в такие Гималайи, не надо уезжать на Алтай, прятаться от всех на три недели, это реально можно делать в семье, в доме, вместе со всеми, и тут только собраться, если ученик готов, учитель придёт, и вот я для себя, тебя воспринимаю как своего учителя, как человека, на которого я смотрю и говорю, да, я так же хочу, через несколько лет я так же хочу, как ты. Так, и давай теперь сделаем такой сравнительный анализ, было и стало, да, вот в любых, во всех аспектах, ну, с весом мы уже поняли, да, был вес, сколько, 78 или 81? Да, 78. 78, да, стало вот 60, там, с небольшим. 11. Что ещё изменилось кардинально до, после, вот по твоим ощущениям? Так, ну, самое первое, что у меня начинало болеть бедро. Да. И бедро болеть, знаешь, когда сидишь долго, встаю, вот я немножко как уточка прихрамывала, пока не расхожусь. Утром, иногда даже ночью, если спать на правом боку, правое плечо и правое бедро прямо болело. Вот, в какой момент это ушло при первом голодании, я не помню, не могу сказать. Следующее, я не знаю, с чем это связано, но менопаузе, а я нахожусь в менопаузе, у меня ушёл туман в голове. Вот ушёл туман, вот просто он ушёл. Ушла суета. Вот такая, знаешь, когда в голове кто-то там что-то разговаривает, и я начала это очень чётко отлавливать. Такое ощущение, что вот, я даже не знаю, то ли это очищение организма так сказалось на мою голову, следующее, что кожа стала такая, такая красивая, бархатная. ногти. Наверное, вот всё то, что мои подружки рассказывают о приливах, о бессоннице, о том, что не могут спать, о том, что настроение, настроение. Я всегда, я всегда в настроении. Я всегда в настроении. У меня ушли, самое главное, у меня ушли вот эти перепады настроения, когда тебе радостно, когда тебе грустно. Вот эти очень сильные амплитуды. То есть тебе на самом деле стало всегда радостно. Аналогично. То есть тебе всегда хорошо. Я не говорю, что моя жизнь остановилась. У меня так же происходят вещи в жизни. Я ещё раз говорю, у меня трое детей, у меня пожилые родители, у меня прекрасная пожилая свекровь, у меня муж. Но при этом у меня ушло плохое настроение. Хотя я тоже человек, я могу на что-то там, мне что-то не понравится, но я тут же возвращаюсь к себе, хорошей к себе. Это самое главное. Мне тоже очень это всё знакомо. Вот про эти настроения тоже. Помню, какая я была истеричная. И вот это вот постоянно, да. Там плакать, туда-туда. А вот сейчас, правда, вот каждый день хорошее настроение. И даже как-то самой странно, да. Ну, обычно, когда у людей спрашиваешь, как у тебя дела. Да, что-то там, да, проблемы. А у меня всегда всё хорошо. И даже бывает как-то стыдно, да, признаться. Да, 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 да. Всё прекрасно. Да, вообще, вот, и смотри, вот на самом деле-то, что получается? Ведь почему вот такие изменения происходят? Почему мы так меняемся эмоционально, да, и многие темы там иммунитета, да, устойчивости вот этого такого природного крепкого здоровья. Почему это происходит? Потому что мы меняем микрофлору кишечника у себя. Причём меняем своими руками, да, поедая эти салаты, делая это очищение и грамотно вот так, да, всё компонуя. И ещё такой вопрос у меня сейчас. Я так поняла, что у тебя, ну, преобладает сырая растительная пища в твоём питании. Да. А вот в промежутках между очищениями, да, вот эти, ну, когда просто период... У тебя, ну, вот, животная еда, да, там какие-то там мясные, рыбные дела, там валюные. Какое место они занимают в твоей жизни вообще? Так, ну, во-первых, я вегетарианка уже восемь лет. То есть я не ем мясо от слова мясо, рыбу совсем. Но я ем яйца, я ем масло и я ем сметану. Так. Очень люблю сыры, очень люблю. Но вот я заметила, что после сейчас второго голодания я спрашиваю у себя, у себя спрашиваю, хочется ли мне, мне не хочется. То есть я не знаю, в какой момент они, может быть, снова вернутся ко мне. Но я думаю, что к осени, когда будет холоднее, наверное, наверное, что-то вернется. Скорее всего, сметана, масло, яйца и творог. А вот сыры, не знаю. Я еще не знаю. Какое место они у меня занимают? Наверное, пятое. И благодаря тебе с апреля, да, реально пятое место. То есть получается, Марин, вот я сейчас к чему это подвожу? Что очень многие люди питаются по принципу надо, надо есть белок, надо там добирать нормы, надо добрать белка во что бы то ни стало. Я так понимаю, ты просто слушаешь себя. Ты слушаешь себя. Да, да. В один день, восемь лет назад, когда я заявила, что я перестаю есть мясо и рыбу, мой папа мне сказал, Мариночка, ты умрешь. Откуда ты будешь брать белок? Ну, умираю я уже восемь лет. И мои анализы крови... Красиво умираешь, красиво. Вот. Анализы крови лучше, чем у моей 24-летней дочери. Вот так. Вот так. По железу, по белкам, назовите. Лучше, чем у моей дочери. Потрясающе. У меня витамин Д, я не принимаю ничего, витамин Д 78. 78. Я была в шоке. Мне говорят, ну, то, что вы принимаете, продолжайте. Хорошо. Сказала я традиционно. Сказала она, сказала она, и полетела в джунгли к фрукторианцам. Да, да. Это у меня в сентябре. Я буду с фрукторианцами есть только фрукты. Классно. Я очень хочу. Это будет потрясающий опыт. И я думаю, что мы с тобой сделаем еще одну встречу по итогу, после того, как ты прилетишь из джунгли, с этого свидания с фрукторианцами, и расскажешь, как они там, кто они. С огромным удовольствием. И что вы там делали. С огромным удовольствием. Твои ощущения. Мне так это интересно. Мне очень это хочется. С огромным удовольствием. Боечка, с огромным удовольствием расскажу. И вот, если я могу сказать, пробуйте. Вот просто пробуйте. Потому что, если вы не попробуете, вы не будете знать. И даже если это не заходит в вашей любимой подруге, это не заходит в вашей любимой сестре, это, может быть, зайдет вам. Вот пробуйте, пробуйте, пробуйте. Потому что я попробовала, но я теперь никуда. Я прочла мою Марву Аганян книгу. Как мне ее привозили сюда, в Европу. Это еще отдельная история. Но я прочла книгу. Я, естественное питание. Вот то, что ты когда-то... У тебя проскакивали вот эту книгу, вот эту. Я их все прочла. И ты знаешь, это действительно... У меня как-то все разложилось по полочкам сразу в голове. Благодаря тебе я однажды... Я не знаю, помнишь ты или нет, может быть, нет. Я тебе написала, Бая, а можно мне манго? Можно. А ты хочешь? Очень хочу. Можно. Один манго? Вот сколько хочешь, только и съешь. Я первый раз в жизни, женщина 51 год, не отказала себе в удовольствии, и я съела пять манго. Я себе пять. И я не считала, что это калории. Я не считала, что это сахар. Я не считала ничего. Я просто съела пять манго. У меня была улыбка душей. Я думаю, Боже мой, наступил тот момент, когда я могу себе позволить эту красоту съесть. И теперь, благодаря тебе, я ем... Но если захочу, я могу съесть ящик персиков. Если я их захочу. Я ем два-три. Кстати, у меня вопрос. Не у меня, это обычно люди спрашивают. Это частое явление, когда люди меняют питание, они уходят от большого количества вот этой животной, вареной еды, и начинают там внедрять больше сырого. Они никак не могут наесться, и у них очень большие порции. Вот как у тебя с этим размер порции? Вот как ты считаешь? Так, первое, у меня был страх, что я не наемся. Поэтому у меня салаты были мисками. Были, да? У меня были, если... Были. Особенно... У меня такое ощущение, что я в голод тоже входила, я пыталась наесть. У меня же как впрок. Вот этих салатов. Вот страх. Был страх, что я буду голодная. У меня вот это ощущение, когда тебя сосёт, когда у тебя начинается вот немножко такой мандраж, и то ли сахар падает, то ли что. И я... И после выхода, когда я могла, то есть это сок был, например, не стакан, я два. Фрукты. Пока не наемся. А потом в какой-то один момент я успокоилась. Это произошло, наверное, на четвёртую, на третью неделю после голода. Видишь, единственное, что я не внедрила, это ввести дневник. Уже даже купила эту тетрадочку, записывать. Не веду я ещё дневник. Это следующий мой этап в жизни. Так вот, где-то, наверное, на третьей неделе я думаю, а я больше не хочу. Я поняла, что моя порция превратилась, ну вот. Вот где-то вот такая вот. Если это черешня, то это вот столько. Единственное, что, если я чувствовала, у меня было чувство голода, то я опять, и примерно столько же, может, чуть меньше, опять поем. То есть это, особенно если утром на фруктах, и да, иногда я встаю рано, то есть я начинаю там с 7 утра, с 7.30 утра могу начинать фрукты, потом у меня вторые фрукты, потом у меня третьи фрукты, и где-то к 11 я уже вроде проголодалась, я делала себе салат. Так вот этот салат тоже как-то превратился очень скромно, ну вот в такую порцию. Скажем так, один, там, скажем, иногда было полтора-два авокадо, превратилось в один авокадо, потом это половинка авокадо, и сейчас половинка авокадо, один, один средний, пол луковицы, один помидор, и половинка, салат, конечно же, какой-то, зелень какая-то. И иногда бывает, что я его доедаю просто потому, что жалко. Мама учила доедать. Ну, в общем, да. Порция ушла, порция ушла. То есть, вот этот вот страх, ушла, вот этот страх не наесться, ушел, и ушел где-то на третью неделю, то есть, ну, хорошо, если я проголодаюсь, я еще себе сделаю салат. Какие проблемы? Я думаю, тут очень еще большую роль, такую нехорошую, играет вот именно страх, вернее, привычка людей насыщаться до полного бака, да, чтобы ох, и все, наелся, да. А вот это вот легкое чувство полупустого желудка, оно людям как бы незнакомо и воспринимается как страх. Ой, да я голодный, да что-то случится. Вот, и когда переходишь, а вот как раз очищение, да, вот это на условном голодании, оно помогает этот рубеж преодолеть. Вот этот полупустой желудок, с которым ты находишься несколько дней, становится привычным. Да, ты утираешь страх, и уже воспринимаешь его как норму жизни, и даже кайф, даже кайф. Вот, вот, спасибо, что сказала, потому что вот твои слова сейчас, это действительно так. Я сейчас ем, оставляя вот это чувство, когда тебе еще немножко хочется такого полупустого желудка, потому что вот именно это ощущение дает мне ощущение полета. Точно. Вот, вот это я заметила. Даже сейчас, вот реально, вчера я сделала себе смузи, я не захотела его допивать, потому что я чувствовала, что мне хорошо, что думаю, я его допью попозже, через полчаса, через минут сорок, но вот сейчас вот это состояние, да, кстати, состояние вот этого полета, это... Супер, когда твой живот и твоя голова очень дружат между собой, вот это вот супер, все прямо дает отличный результат. А еще я хотела поделиться одним, ты представляешь, это у меня был второй голод, и как бы после первого, значит, я похудела, у меня реально ушло прямо очень много килограмм, 12, так вот, когда я входила во второй голод, я попросила, чтобы организм у меня не спускался ниже 61 килограмм. Можете назвать меня как хотите, я попросила, так вот у меня организм не спустился ниже 61, одного, представляешь? Вот он взял и договорил, я с ним договорилась, я с ним договорилась. То есть у тебя уже полный контакт, просто у тебя с самой собой, вот со своим внутренним, полный контакт, это просто уже космос, понимаешь, это космос уже. Супер, Мариночка, вот на этой космической ноте мне хочется тоже подвести итог нашего разговора, я прям вот очень хочу, чтобы мы продолжили еще наш разговор, потому что вот такие истории, они очень интересны людям, и мне хочется продолжения, и я желаю тебе хорошей вот этой творческой поездки в джунгли с фрукторианцами, и чтобы потом ты нам рассказала, как это вообще фрукторианство, ведь очень многие боятся этого, а мне хочется вот это вот все открыть, этот мир, и чтобы люди к нему прикоснулись хотя бы вот через тебя, через твой опыт, и мы это все с тобой с огромным удовольствием, с огромным удовольствием. Благодарю тебя от всей души, хорошего дня, и до скорых новых встреч. Все, пока-пока. До скорых, до свидания, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин,